Это прямой эфир. Здравствуйте. На телеканале Север программа «Актуальные встречи». Меня зовут Олег Катанзейский. И сегодня в студии необычный гость. Александр Анатольевич Трепетилов. Это начальник ОГИБДД УМВД России по Нинецкому округу. Добрый вечер, уважаемые телезрители. И говорить сегодня эти полчаса мы будем о весьма, пожалуй, актуальной и интересной теме, о теме дорог, точнее о ее некачественном содержании. Ну, уважаемые телезрители, если у вас возникнут вопросы во время нашего общения, вы можете позвонить в студию, телефон прямого эфира здесь, 2-11-45, и советуем вам его записать. 2-11-45. Александр Анатольевич, давайте начнем, пожалуй, думаю, со статистики. Введем людей, наринмарцев, как вообще за последний период живут наши дороги. Хорошо. Значит, за текущий период 2014 года на территории Нинецкого автономного округа произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью, в результате которых один человек погиб и 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Рост дорожно-транспортных происшествий произошел на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество лиц погибших в ДТП снизилось на 66% и количество раненых увеличилось на 15%. Ну, получается, по сравнению с прошлым годом, это, в принципе, цифры хорошие показатели? Или все-таки наоборот? Раз мы допустили рост, значит, это нехорошие цифры. Вопрос вливается вполне адекватно и логично, и с чем это связано? Ну, значит, существует несколько причин, по которым происходят дорожно-транспортные происшествия, но на сегодняшний день основные причины – это, в первую очередь, прирост автотранспорта на территории округа, который за прошедший год составил порядка тысячи единиц, и в настоящее время зарегистрировано на территории округа 17 472 транспортных средств. А, значит, протяженность уличной дорожной сети остается на прежнем уровне. Это первое. Второе – это неудовлетворительное содержание уличной дорожной сети в зимний период. В период, когда гололедится, снегопады, тоже допущен рост ДТП по данной причине. И также одна из немаловажных причин – это несоответствие требований ГОСТов и стандартов пешеходных переходов, расположенных на территории нашего округа. Ну вот, наступила весна в Наринмаре, дороги буквально, правда, шли вместе со снегом. Почему коммунальные службы настолько халатно относятся к уборке и очистке дорог зимой? Ну, данный вопрос, наверное, лучше было бы задать руководителям данных служб. Значит, я бы хотел сказать по данному факту следующее, что есть требования по содержанию уличной дорожной сети как в летний период, так и в зимний период. И эти требования должны выполняться подрядными организациями, которые взяли на себя обязательства по содержанию уличной дорожной сети. Но, как мы видим из практики на сегодняшний день, что не в полном объеме данные обязательства выполняются подрядными организациями. В связи с этим и происходят дорожно-транспортные происшествия. Ну вот, по статистике, вами выдано до сегодняшнего дня с начала года 57 предписаний. Кому они выданы? Значит, 57 предписаний с начала года были выданы Дорожной инспекцией подрядным организациям и организациям, которые содержат уличную дорожную сеть как федерального значения, регионального, так и муниципального. 50 предписаний были устранены, выполнены в срок. По 7 предписаниям, которые были выполнены не в срок, были составлены административные материалы. 4 административных материала на должностных лиц и 3 административных материала на юридических лиц за невыполнение предписаний в установленных сроках. Ну не каждый поймет, что такое предписание. Можете привести пример хотя бы одного? В чем его смысл? Значит, если предусмотрена уборка снега по требованиям ГОСТа и нормативов в течение 6 часов, то выдается предписание в период снегопада коммунальной службе, что необходимо в такой-то период устранить данные погодные условия после окончания снегопада. И подрядная организация должна выполнить эти требования. То есть это у них прописано в тех заданиях, то, что они должны непосредственно выполнять для обеспечения безопасности дорожного движения. Поэтому и получается такое. Давайте теперь немножко отойдем от темы дороги, точнее поговорим об ужесточении наказания за езду в нетрезвом виде. Повлияло ли как-то это на людей новое введение, точнее ужесточение этих правил? Стало ли меньше людей на дорогах в нетрезвом виде? Людей на дорогах в нетрезвом виде не стало. С 1 сентября прошлого года вступили поправки в Кодекс об административных пронушениях, которыми ужесточена ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Значит, сотрудниками Дорожно-патрульной службы за данный период этого года выявлен 101 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Это по сравнению с аналогичным периодом было выявлено 87 водителей. Еще больше. И за отказ от прохождения медицинского освидетельствия выявлено 24 водителя, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствия. Несмотря на то, что требование, ответственность за управление уже сточена. И за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в сумме 30 тысяч и лишение права управления от полутора до двух лет. Ну, я слышал, что штраф могут даже увеличить. Точнее, имеется в виду, ну, в ближайшее время правительством. Ну, значит, на сегодняшний день у нас об увеличении нету таких средних. Ариш, пока не идет. Значит, составляет, как я уже сказал, что за управление в нетрезвом состоянии 30 тысяч штраф и лишение права управления от полутора до двух лет. Значит, за повторное нарушение в течение года за управление в нетрезвом состоянии штраф уже составит порядка 50 тысяч и лишение права управления будет на три года. Значит, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования также лишение от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч. Уважаемые телезрители, я напомню, мы работаем в прямом эфире, поэтому, если у вас возникли вопросы, звоните. Телефон в студии 2-11-45. Александр Анатольевич, вообще, как часто ездят на дорогах Наринмара без прав? Значит, что касается управления транспортом без водительского удостоверения. За прошедший период составлено 103 административных материала за управление транспортом, не имеющих права управления. То есть в отношении тех лиц, которые не получали водительское удостоверение вообще. И 33 административных материала в отношении лиц, лишенных права управления транспортными средствами. То есть, несмотря на то, что увеличены санкции за нарушения, такие как управление трезвым состоянием, и будучи не имеющих права и лишенных права управления, тем не менее народ продолжает ездить в состоянии алкогольного опьянения и не имеющих права управления. Среди них подростков много? Тех, кому нет 18-ти даже? Есть и такие ребята, которые не достигли 18-летнего возраста. — Какое наказание грозит за это? — За управление транспортом, будучи лишенным права управления, штраф в размере 30 тысяч, либо арест до 15 суток, либо обязательная работа от 100 до 200 часов. За управление транспортом, не имеющим права управления, то есть если не получали водительское удостоверение вообще, предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тысяч. — Мне кажется, это не сдерживает в основном никого, потому что раз попадутся, заплатят штраф и опять выезжают на дороге. Я думаю, это часто такое бывает. Тем более, недавно прошли два случая таких, когда молодой человек совершенно без прав выехал на дорогу, случилось ДТП, еще и попытался скрыться. — Ну и второй случай был, когда молодой человек, тоже не имея водительских прав, не достигнув возраста совершеннолетнего, угнал машину в районе аэропорта. Ну, случаи случаются, это не секрет. А вообще, вот как улицы мониторятся вами? Существуют какие-то камеры, установленные на территории города дорог? — Значит, на территории округа установлено у нас 5 комплексов фото-видео фиксации, которые фиксируют нарушение, превышение установленной скорости движения и выезда на полосу встречного движения. Все эти камеры и комплексы в настоящее время работают. По нарушениям, допущенных водителями, значит, водителям направляются постановления об административных правонарушениях. — Ну, хватает ли камер существующих? — Значит, на сегодняшний день камер достаточно, но в рамках окружной программы по безопасности дорожного движения с 2014 по 2020 год дополнительно на территории округа будет установлено еще 4 дополнительных комплекса по фото-видео фиксации нарушений, допущенных водителями транспортных средств. — А есть ли в Наринмаре участки дорог, где очень часто случаются аварии, так сказать, опасные? Можете назвать несколько? — Значит, исходя из топографического анализа, проведенного сотрудниками госавтоинспекциями, на территории округа и, в частности, на территории города существует несколько мест наиболее аварийно-опасных. Значит, это улица Юбилейная, улица 60 лет Октября, улица Рабочая и район моста через Курью-Заводскую. Значит, согласно этого же топографического анализа, за прошедший период на территории города самым аварийным днем считается вторник, потому что у него именно в этот день произошло больше всего дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью. И самое аварийное время — это с 9 до 12 часов и с 16 до 18 часов. Вопрос, может быть, немного не по теме, но всё же часто ли в аварию попадают девушки, когда они за рулём сидят? Значит, точную статистику я вам сейчас не приведу, но могу сказать, что на территории округа в ДТП попадают как мужчины, так и женщины. Как мужчины, так и женщины управляют в нетрезвом состоянии. И на сегодняшний день много лишено права управления как мужчин, так и женщин. Статистика одинаковая. Давайте поговорим теперь о тоже весьма актуальной теме, о пешеходных переходах, о тротуарах. Тоже не для кого не секрет, что в Наринмаре они не в очень идеальном состоянии. В чём причина, в чём проблема каждую весну? Пешеходные зоны смывают водой, дождём. Кто должен заниматься ими? Кто должен подготавливать к сезону? Значит, на территории города Наринмар и посёлка Искатели расположен 81 пешеходный переход, 9 из которых регулируемые и 6 пешеходных переходов оборудованных звуковой сигнализацией. За 2013 год на территории округа произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Из них 8 по вине пешеходов, в которых 1 человек погиб и 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Значит, на сегодняшний день пешеходные переходы находятся в ненадлежащем состоянии. Это факт, да? Это факт, да. Не все соответствуют пешеходные переходы требованиям ГОСТов и стандартов. Основным сопутствующими причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов является отсутствие пешеходных ограждений в местах, где они необходимы, отсутствие тротуара, а также несвоевременное нанесение дорожной разметки «Зебра». Перечисленным выше недостатком в обустройстве пешеходных переходов хотелось бы добавить крайне слабое развитие деятельности в нашем регионе в части, касающейся обустройства пешеходных переходов современными инновационными техническими средствами организации дорожного движения. Это замена существующих дорожных знаков «Дети» и «Пешеходный переход» на знаки, уже оформленные светоотражающей пленкой на желто-зеленом фоне. Но кто их должен закупать и устанавливать? Ну, закупают и устанавливают. Это организации, которые отвечают за содержание и обслуживание автодорог. Может быть, вы и не знаете, я не знаю, спрошу, сколько стоят такие знаки дорогостоящие ли это вещи? По цене я не смогу вам только сказать данную. В больших городах уже везде, ну, ни для кого не секрет, зебра наносится неким веществом другим, которое не стирается. У нас носится краска специальная какая-то, месяц-два ее, в принципе, уже нету. Почему бы нам не сделать ту, которая в больших городах используется? Значит, что касается по нанесению горизонтальной разметки, в частности, зебра, значит, нанесение разметки должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТа. То есть для нанесения разметки, во-первых, важно само покрытие, на которое наносится эта краска, во-вторых, это качество данной краски, чтобы она на момент нанесения не была просрочена, имела срок годности, чтобы не был закончен, и температурный режим, в который наносится эта краска. Если действительно носить разметку на плохое дорожное покрытие, либо несоответствие температурного режима, то данная краска не будет долго находиться. Да, понятно. Александр Анатольевич, у нас звонок есть в студию. Василий, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем, можете задавать вопрос свой. Меня зовут Василий. Я хочу задать вопрос с такого характера. У нас в Наринмаре очень большой поток. Василий, очень плохо слышно. Очень большой поток движений у нас в Наринмаре в последнее время, и на пересечении улиц авиаторов и 60 лет октября, там очень сложно выехать с улицы авиаторов. Возможно ли установить в дальнейшем там светофор? Василий, к сожалению, у вас очень плохо слышно. Вопрос я не расслышал. Пусть Василий оставит свои координаты, телефон. Мы дополнительно... Можете сказать, что телефон ваш рабочий, куда можно позвонить и задать вопрос этот? 4-25-76, телефон, госавтоинспекция приемная. Можете перезвонить, задать вопрос, и мы дополнительно ответим на данный вопрос. Да, спасибо, Василий, еще раз за вопрос. К сожалению, не услышали его, но можете перезвонить лично Александру Анатольевичу. Мы пока продолжим. Остановились на дорожных пешеходах, переходных пешеходах. Пешеходных переходах. Все же, хватает ли вообще в Наринмариях? То есть, необходимо еще где-то установить? Значит, в соответствии с требованиями ГОСТов в населенных пунктах, пешеходные переходы должны располагаться менее чем на протяженности 200-300 метров. То есть, с этим условием, если учитывая это условие, то можно сказать, что пешеходных переходов достаточно. В некоторых местах даже существуют излишние пешеходные переходы для удобства пешеходов. Но в связи с тем, что в этом году будет замена в соответствии с проектом дорожных знаков, в соответствии с требованиями ГОСТов, которые вышли уже не соответствуют требованиям ГОСТов, будет замена знаков. Будут установлены дополнительно пешеходные переходы. И уже граждане обращались в зимний период к нам, что когда будут, допустим, установлены пешеходные переходы по улице Ленина, 60 лет СССР, значит, в июне месяце при установке дорожных знаков на данном участке будут установлены дополнительно знаки пешеходный переход. Также планируется установка пешеходных переходов в районе улицы Авиаторов, улицы Октябрьский. Это в рамках паспорта на автомобильную дорогу. Очень даже хорошо. А вдруг жители столкнулись с такой проблемой? У них в районе опасный участок дороги, много машин, большой поток, но нет пешеходного перехода. Необходим, требуется, люди просят, куда они могут обратиться с этой просьбой, чтобы там сделали, установили. Значит, с этой просьбой они могут обратиться напрямую в госавтоинспекцию. У нас существует дорожная инспекция. Сотрудники выйдут на данный участок совместно с представителями администрации, обследуют данный участок. Если действительно там пешеходный поток и транспортный поток нуждаются для того, чтобы там был дополнительный пешеходный переход, то, я думаю, на данном участке можно будет рассмотреть вопрос об устройстве пешеходного перехода. Вот все реально получается. Да, все реально. Спасибо. Ну, теперь о качестве содержания дорог, точнее, о самом качестве дорог. Вот я недавно разговаривал с городским хозяйством, с управлением, и мне сказали, что ремонт дорог начнется не раньше конца июня. Я как понял, сейчас уже начался дорог ремонт идти. Правда ли это? Да, на сегодняшний день такая информация у нас есть, что с 28 мая на федеральные дороги, это подъезд от аэропорта до города Наринмар, начался ямочный ремонт срокового окончания в июне этого года, и ориентировочно с середины июня начнется ремонт территориальной дороги и муниципальных дорог. Территориально это от искателей до перекрестка улицы Рабочая 60 лет в октябре. Дальше, значит, ориентировочно в июне месяце в связи с погодными климатическими условиями, как становятся у нас положительные температуры, будет наноситься разметка дорожная, а также возобновятся работы по строительству тротуаров на федеральной дороге. Это от перекрестка с улицы Рабочей в направлении городского моста. Да, все застроят там. По улице. Тротуарам. 60 лет в октябре. Да. Кто обслуживает федеральный участок? Федеральный участок автомобильной дороги, так же, как и региональный, обслуживает ГУПНАУН, Наринмар, Дорьемстрой. А еще говорили, что о грандиозном ремонте возле городского моста. Я вот, правда, полностью информацию не знаю. Знакомы ли вы с этой ситуацией? Значит, да. В этом году начнется реконструкция, капитальный ремонт автодороги федерального значения. Это вот подъезд от аэропорта до города Наринмар. В рамках этого капитального ремонта и, возможно, будет вот то, что вы сейчас озвучили. А, известно, сколько будут его делать, времени. Что ждать просто автовладельцам, автолюбителям? К чему готовиться? Ну, по периоду капитального ремонта я вам сейчас не смогу такие сведения сказать. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Я вот знаю, что с 22 мая у вас начала акция «Внимание, дети!». Расскажите о ней подробнее, для чего она необходима. Да, действительно, на территории Нинского автономного округа с 22 мая по 22 июня проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», цель и задача которого не допустить детский дорожно-транспортный травматизм. В рамках данного мероприятия сотрудниками госавтоинспекции будут проводиться различные профилактические мероприятия как в автохозяйствах, так и в общеобразовательных учреждениях. Тем более сейчас с июня месяца начинаются школьные площадки в школах города и поселка искателей, где сотрудники госавтоинспекции будут приходить, проводить занятия, различные беседы, встречи, конкурсы с ребятами. Также дополнительные мероприятия с водителями будут профилактические проводиться, такие как нетрезвый водитель, шлем по нарушению водителя мототранспорта и перевозка детей без детских удерживающих устройств в автомобилях. Да, сейчас начался сезон, так сказать, летний, скутристы выехали на дороге города. Много ли нарушителей появилось? Значит, в этом году уже провели два профилактических мероприятия по выявлению административных нарушений, допущенных водителями мототранспорта, в ходе которых составлено 12 административных материалов в отношении водителей мототехники. Основные нарушения — это управление, не имеющих права управления мототехникой, управление без мотошлемов, а также лицами, не достигшими 16-летнего возраста. И в отношении одного родителя был составлен сотрудниками по делам несовершеннолетних административный материал по статье 5.35 Кодекса об административных нарушениях за ненадлежащее воспитание своих детей. Накануне ввели новые удостоверения, водительские появились, категория М. Работает ли она сейчас здесь, в округе? Значит, да. Все водители, которые производят замену водительского удостоверения, имеющие любые категории при замене водительского удостоверения, у них автоматически открывается категория М в новых бланках водительских удостоверений. Все-таки тех, у кого нет прав, те, кто нарушает закон, что грозит скутеристам? Какое наказание? Если без шлема, к примеру? Значит, я хочу пояснить следующее, что в настоящий момент при управлении мопедом, то есть это с двигателем менее 50 кубических сантиметров, у водителя не нужно водительского удостоверения, главное, чтобы у него был шлем. Если же родители приобретают детям мототранспорт с объемом двигателя больше 50 кубических сантиметров, значит, этот транспорт в первую очередь должен быть зарегистрирован, должен иметь госрегзнаки. При управлении данным транспортом водитель должен иметь водительское удостоверение обязательной категории, а затем документ свидетельства о регистрации на данный автомобиль, страховой полюс, это обязательно, но и также находиться в мотошлеме. Это касается мототехники объемом более 50 кубических сантиметров. Да, еще многие горожане спрашивают, где, точнее, реально ли сейчас получить права категории М? Отдельно, если только М. Хорошо. Категории М на сегодняшний день отдельно получить категорию М нельзя, так как в учебных организациях, которые проводят подготовку водителей, на сегодняшний день не утверждены программы по подготовке водителей категории М. Поэтому категория М открывается только тем водителям, у которых уже были открыты какие-либо категории при замене водительских удостоверений. Впрочем, это планируется все равно и появится. По срокам пока тоже неизвестно. По срокам пока неизвестно. Давайте вернемся еще о ремонте, о дорогах. Все же, скажите, пожалуйста, вот по статистике вы сказали, что уже погиб один человек. Насколько вообще сотрудники ДПС относятся к тому, чтобы уменьшить количество гибели людей на дорогах? Проводятся ли различные мероприятия с водителями, какие-то занятия? Безусловно, ежедневно сотрудники ДПС при заступлении на службу, при нахождении на службе проводят разъяснительную работу как с водительским составом, так и с пешеходами, которые нарушают требования правил дорожного движения. Помимо этого, сотрудниками ГАИ проводятся работы в автохозяйствах, в автопредприятиях, где на общих собраниях с водительским составом разбираются все проблемы, ДТП, если были допущены юридические милиции. Александр Анатольевич, придется вас перебить. Время у нас заканчивается. Спасибо большое за беседу. Было очень интересно, мне все понятно, я думаю, зрителям тоже. Это была программа «Актуальные встречи» в прямом эфире. Сейчас смотрите сразу же после нас вечерний выпуск новостей. Будет интересно. До свидания.